Здравствуйте, уважаемые студенты! Меня зовут Тимофей Фёдорович Хирьянов. У нас с вами третья лекция. Сегодня болею, поэтому провожу занятия в записи. Наша третья лекция посвящена обходу графов в глубину, рекуррентному. И для начала я повторю две довольно простые темы. Это множество и словари, которые уже были в прошлом семестре, они могут вам пригодиться на лабораторной работе. Итак, множество. Множество можно задать при помощи просто конструктора пустого множества. Вот так вот. А равно set. Пустыми фигурными скобками нельзя задать множество. Это зарезервировано для словаря. Можно перечислять элементы вот так вот, просто в фигурных скобках последовательно. Можно задать множество при помощи итерируемого объекта. Любого. На основе списка можно построить множество. На основе другого множества или на основе даже строки, пожалуйста, можно построить. Естественно, что парные элементы, которые повторяются, они будут при этом исключены. Далее. Есть такая замечательная вещь, как генератор множеств или set comprehension, где мы можем над итерируемым объектом произвести еще и простые операции, в которых мы, собственно, эти элементы можем еще и обработать. Например, в квадрат или что-то еще с ними сделать. Что еще можно сделать с множеством? Можно перебрать все элементы, как у итерируемого объекта. Множество итерируемого объекта, пожалуйста, можно перебрать в цикле for его элементы. Можно вернуть список отсортированных элементов. Надо сказать, что при этом не сортируется само множество. Множество является контейнером, в котором данные не отсортированы. И именно за счет этого обеспечивается скорость поиска элементов множества. Можно проверять, принадлежит ли элемент множеству. Кстати, можно проверять и вот так вот. 2, например, not in. Это то же самое, что not 2 in c, но так может красивее звучать. Можно добавить элемент множества. Можно удалить. Чем отличается дискард от remove? Мы удаляем, при этом если элемента нет, у нас не возникает исключения. То есть мы как бы игнорирующие удаление. Ну нет четверки и нету, поехали дальше. И еще есть вот такая штука, как pop, но в отличие от списка это извлечение случайного элемента с его удалением. Так, ну что же вторая. Это у нас словари. У словари больше тут возможностей. Пустой словарь как раз задается фигурными скобками. Можно задать явным перечислением, где мы указываем ключ, значение, ключ, значение. Вот. Словарь можно задать из списка кортежей. Ну вот мы можем в конструктор словаря задать список кортежей, где первыми идут ключи, вторыми значениями. Или можем сконструировать его на лету при помощи уже известной вам функции zip. Который обрабатывает итерируемые объекты и создает из них, собственно, последовательность пар. Вот. Вот. Можно сделать генератор словарей. И он работает почти так же, как все остальные генераторы. То есть мы вот здесь пишем только единственное, что двоеточие, два выражения, ключ, значение. И то, и то могут быть выражениями. Вот. Ну и, соответственно, перебор по тому итерируемому объекту, по которому мы запускаем его. Так. Дальше. Ну, кстати, у множества тоже можно узнать количество. И у словаря количество элементов. Количество элементов равно количеству ключей. У одного ключа не может быть два значения. Мы можем узнать значение по ключу при помощи обращения d от key. Вот. При этом мы можем проверить принадлежителю ключа словарю перед тем, как искать. Почему? Ну, потому что если мы будем искать по ключу, которого не существует, у нас будет keyError. Вот так keyError не возникает никогда. Если ключа не существовало, то это создает пару ключ-значений. Если же ключ уже был, то это всего лишь изменение его значения. Вот таким образом происходит удаление ключа вместе со значением, которое есть в словаре. Дальше. Обратите внимание, да, что у нас это не метод, а это оператор. То есть здесь даже ни скобки не вызывают, это не функция, и это не метод, да. Это специальный такой. Дел. Де. Ки. Ну, есть еще вариант. Да, мы можем поп сделать. Ну, правда, здесь мы, в отличие от множества, указываем, какой именно ключ мы со значением, собственно, оттуда удаляем. Есть замечательная форма, в которой, если ключа нет, то не происходят ошибки. Поп с значением no key value. В этом случае value будет принимать значение no key value, если ключа в словаре просто не было. Это может сэкономить лишние строчки, если нам нужно, ну, подобное поведение. Вот. Ну, есть еще такая pop item, да, которая сразу и ключ и значение в этом случае. Случайная парочка оттуда выдирается. Вот. Значит, есть формат get, который не удаляет, в отличие от pop, но возвращает либо само значение по ключу, либо no key value, то значение, которое, если ключа нет. Вот. Ну, вот, например, такая реализация счетчика, да, что у нас, если ключа еще не было, то вот здесь будет возвращено 0, тогда d от key получится равным 1, да. Ну, и таким образом я могу увеличивать счетчик для ключа на единичку, да, с момента, как только он там появился. Вот. Ну, можно это, это же, конечно, можно реализовать и чем четырьмя строчками через if, да, if key in d, то там d от key плюс равно 1, else d от key равно 0. Ну, вот так это в одну строчку пишется. Перебор всех ключей можно осуществить при помощи цикла for. Вот. При этом мы можем обращаться, конечно же, и к d от key, да, это у нас, соответственно, элемент значения по ключу, да, можно перебирать пары, если вытащить d items. d items это, кстати, не список, это такая последовательность пар. Вот. Дальше. Дальше. Она, кстати, остается завязанной со словарем, если словарь будет меняться, этот объект будет меняться. Ну, вот так что. Value, devalues, да, просто перебор всех значений, не глядя на ключи. Ну, это понятно. sorted, она возвращает уже список. То есть она принимает любой итерируемый объект, неважно какой, и возвращает его отсортированный. Вот. Ну, собственно, про множество и словари мы с вами повторили. Пока этого достаточно. Теперь давайте обсудим три формы, которые были в тот раз. Три формы, и я там еще давал какие-то подробности про переходы из одной в другую. А именно, да, это список ребер, это матрица смежности и это списки смежности. Вот. Давайте сейчас сформулируем, как у нас будет вводиться граф. Я какие-то числа напишу сейчас, чтобы было понятно. Какой-то пример. Был где-то запасен. Пример. Пример. Сейчас, на секундочку. Ну, ладно. В общем, тогда нарисую, а потом реализую. Ну, какой-нибудь вот условно вот такой вот граф. Значит, я сейчас вершины задам не названиями, а индексами. И индексы у меня будут от нуля до количества вершин не включая. Вот. У меня здесь пять вершин, шесть ребер. Соответственно, допустим, это ноль, один, два, три, четыре вершины. Да, соответственно, так я буду его задавать сейчас. Я его с потока ввода буду задавать как список ребер. Это наиболее естественно, потому что тогда мы можем, ну, короче, коротко записывается и не очень удобно для работы внутри программы. То есть вот во всяких задачках, в контестах там очень часто используется именно вот эта форма. Короче, давайте я скажу. Значит, в первой строке у меня будет количество вершин и количество ребер. А затем идут сами ребра с указанием двух концов. При этом сейчас я буду считать граф не ориентированным. Значит, что у меня получается? Ноль, один. Ноль, два. Один, два, один, три. Что еще? Два, три. И ноль, четыре. Забыл ноль, четыре еще упомянуть. Ноль, четыре. Ну, внизу так внизу. Непринципиально. Сейчас последовательность этих ребер ни на что не влияет абсолютно. Граф не взвешенный пока. Сегодня взвешенность графа нас не будет интересовать. Ну и что я хочу сейчас? Перейти, собственно, к другой форме. Я к чему? Потому что вам нужно будет это считывать, обрабатывать эти переходы из одной формы в другую. Поэтому я хочу про это дело немножко показать. Значит, давайте. Сделаем вот такую вот простую достаточно программку. Read Graph. Read Graph. Значит, в итоге я собираюсь сделать Return Graph, который представляет из себя одну из форм. Ну вот. А входная форма у меня сейчас будет именно в списке. Список ребер. Значит, n и m это у меня целые числа, да? n количество вершин, m количество ребер. Я хочу их считать, соответственно, input split и сразу привести к intам. Я сделаю это при помощи, собственно, генератора int x for x in input split. Вот. А затем мне нужно, соответственно, m раз считать и сохранить в структуру Graph. Сохранить эту информацию. Какова будет у меня сейчас структура? Давайте сейчас для начала сделаем Graph матрицы смежности. Матрицу смежности нужно сделать как список списков. Каждый из них, ну, n на n. n на n. Соответственно, мне требуется, чтобы там стояли изначально нули, то есть как бы ребра нету. Ноль. Им нужно, чтобы эти вот ноль умножить на n, это строка, да? Для нулевой вершины, пока для каждой смежной, соответственно, смежности нету. Нулики стоят. Вот, соответственно, for i in range n. Вот таким вот образом я сейчас сделал генератор списков, список списков размера n в каждая строка размера n. И осталось только аккуратненько считывать ребра и запоминать их в этой матрице смежности. Поехали. Значит, for edge in range m я считываю a и b. Это числа, которые принадлежат диапазону от 0 до n-1. Но я это предполагаю, я в этом как бы уверен. Я сейчас не буду проверять, правильно, неправильно вводится граф. Да? И я считывать их буду точно так же, как там. То есть я их буду приводить целым числом. Вот. И мне требуется что делать? Отмечать, поскольку граф у меня не ориентированный, то одно ребро я отмечаю как единичку и там, и там. Как бы и выше левее главной диагонали, и ниже правее главной диагонали. Выше правее, ниже левее, прошу прощения. Итак, граф a, b, a, t, b, t равен 1. И граф, соответственно, b, t, a, t равен 1. Все, я отметил это ребро и там, и там. Ну, если оно два раза повторится, вдруг мне тут скажут, что их там, не знаю, условно 8 строк и одно из ребер повторят несколько раз, мы это здесь никак не учтем. Матрица смежности у нас не будет хранить кратные ребра. В ней нет этого возможности такой. Ну, можно, еще раз я говорю, можно в питоне, можно прикрутить там, в каждой ячейке хранить, собственно, на списке. Вот. Ну, я не буду этого делать. Итак, собственно, можно вывести эту матрицу смежности. Ну, правда, как ее вывести? Это еще не совсем тривиальная операция, вывести двумерный массив красиво. Да, вот давайте, def, print, 2d. Значит, собственно, a, ну, я буду a, как любой двумерный список списков, вот, предполагать, да. Что я буду делать? Значит, for line in a, да, что я буду делать? Print, звездочка, line. Ну, и, собственно, print. Вот. Вот. Ну, и что теперь? Я запущу readGraph. Graph равно readGraph и print 2d. Так. Окей. Значит, это у нас, собственно, readGraph. Поехали. Давайте посмотрим, что у нас получится. Эй, давай. Вот он. Отлично. Ну, все. Я забиваю. 5 вершин, 6 ребер. 0,1, 0,2, 1,2, 1,3, 2,3, 0,4. Ха-ха-ха. А, неопределенно. Ну, вы знаете, я, конечно, подправлю здесь. Но мне проще сейчас, поскольку это idle, то я могу еще раз вызвать print 2d graph. Ну, потому что у меня граф не пропал, он у меня сохранен сейчас. Поэтому, и вот матрица смежности. Ну, при этом, собственно, номера строк, номера столбцов не выписаны. Они не нужны мне сейчас. Ну, вот. Ну, видно, что она у меня, вот она симметрична относительно главной диагонали. Вот. И все замечательно. Давайте я сохраню вот этот вот вывод, да, в буфере. Да, вот. И что еще? Я хочу считать второй вариант, да. Это я считал readGraph matrix. As matrix. То есть это я считал граф как matrix, да. Второй вариант. Это readGraph as, собственно, списки смежности. Я не буду хранить граф как список ребер, это уж совсем тривиально, да. As lists. Значит так, что у меня будет? Там, собственно, формат ввода будет очень похожий, да. Я тоже должен в итоге returnGraph сделать. Да, еще один момент. Сейчас секундочку. Print. Graph as matrix. Так. Значит. Теперь. Даже не знаю. Ну, ладно. Ну, и эту матрицу потом. Если понадобится, сохраним. Вот. Ну, я вот этот покомпактно немножко сюда зажму. Print 2D он туда. ReadGraph as list. Вот сейчас о нем. Что у меня будет происходить? Ну, N и N я считываю точно так же. А как я создаю списки смежности? Graph это у меня сейчас списки смежности. Если у нас вершины не являются строками, а являются числами от 0 до N-1, то оптимальной будет форма таких списков. Такие списков. Дело в том, что множество и словари, они довольно требовательны к памяти. Если граф небольшой, то ими можно пользоваться свободно. Если же граф огромный, то ими пользоваться скорее нельзя. Ну, то есть это опыт покажет, да. Вы просто увидите это. Ну, вы должны знать, что если граф у вас относительно большой по количеству вершин, то лучше не шутить слишком сильно. Так, двигаемся дальше. Значит, у нас граф, собственно, будет списками смежности, поэтому там будут пустые списки для каждой вершины. Пустая. Пустой список for i in range m. Ну и теперь осталось их заполнить. Я считываю каждое ребро. For edge in range m. Да, считываю точно так же. И теперь я заполняю. Каким образом? Я, собственно, свои списки дополняю в конец append ему туда. Да. Но куда? Я а-ты список дополняю вершиной b ее индексом. Да. И, соответственно, b-ты список дополняю вершиной a. Вот таким образом. Это, естественно, для неориентированного графа. Для ориентированного только первая из этих двух струк. Все. Вот. Ну, собственно, я реализовал это считывание. Да. Я даже не знаю, имеет ли смысл мне как-то отдельно его выводить. Ну, можно, безусловно. То есть я могу пробежаться и вывести, на самом деле, в той же самой логике. Да. То есть я могу read graph as lists. Ведь он тоже у меня список списков. И у меня прекрасно это дело сработает. Но только мне нужно понимать, что у меня очередная строка это очередной список смежности. Давайте сейчас запустим. Так. Поехали. 5 вершин, 6 ребер. 0,1, 0,2, 1,2, 1,3, 2,3, 0,4. Ну, и вот, пожалуйста, у нулевой вершины смежными являются 1, 2, 4. Ну, у нас есть вот отображенный граф, поэтому мы можем быстро сообразить, да. У второй 0,2,3, у первой 0,1,3, да, у третьей только 1,2 являются ее, да, смежными, а у четвертой только нулевая является смежной. Ну, вот получился у нас, получились такие списки смежности. Вот. Так, ну что же, вот у нас заготовлено, собственно, считывание. Давайте мы сейчас реализуем обход в глубину. Для того, чтобы рассказать про обход в глубину, я сейчас вначале должен рассказать про алгоритм обхода в глубину, а уж потом его реализуем. Итак. сейчас, да, маленькое вступление, да, это у нас обход графа в глубину. это алгоритм поиска, в котором мы будем перебирать все вершины и, мне очень нравится звать их, на вечеринку, на праздник. логика будет сейчас следующая. У меня есть какая-то вершина, стартовая точка обхода. У нее есть какие-то вершины, с которыми она связана. Я сейчас ради доски нарисую планарный граф, то есть тот, который, в принципе, возможно нарисовать на плоскости. Ну и вот его конкретная визуализация. вот такой вот граф у меня вылазит, да, вот, тут вот что-нибудь. Еще, ну давайте вот, вот так вот я тут завяжу, вот эти две вершинки, еще одну и вот эту, да, еще одну. Я не буду сейчас этим вершинам давать название А, Б, С, Д, мне не интересно. Я только скажу, что стартовая вершина у меня, допустим, вот эта. Вот эта вершина, это та, с которой я начинаю, собственно, обход. А теперь давайте построим, да, и еще. Последовательность перебора соседей у меня будет такая сейчас. От 12 часов по часовой перелогике. По этой логике я буду перебирать соседние вершины. Итак, правило. Для того, чтобы пойти на праздник, надо вначале позвать всех своих друзей на праздник, но только тех, которые еще не позваны. Итак, еще раз. Чтобы пойти, тебя позвали на праздник. Вот вершину какую-то позвали на праздник. Она хочет пойти на праздник. Для этого она должна всех еще не позванных позвать. После этого она идет. Понятно? Сейчас поймете, когда алгоритм будет написан. Давайте для начала я реализую эту логику. Итак, я буду отмечать, собственно, вершинку порядок обхода. Вот эта вершина, она как бы задумала, условно, ее позвали. Или она сама решила. Но она, короче говоря, первая задумалась о празднике. Значит, что? И она начинает перебирать своих соседей по часовой стрелке от 12 часов. Вот эту вершину. И, соответственно, у этой вершины это не индекс, это еще раз говорю, это порядок обхода. Значит, вот эта вершина будет позвана первой. И давайте я еще одну вещь сделаю. Я отмечу, собственно, даже не знаю, может быть мне другой мелок взять? Порядок обхода. Ну, то есть сейчас у меня... Сейчас я... Ну, ладно, я лучше этим же буду. Я сейчас, собственно, осуществил вызов вот в эту сторону. Еще раз. Сам граф, я изначальный граф, я считаю неориентированным. Хотя в ходу графа в глубину может быть и на ориентированных, и на неориентированных. Но я считаю неориентированным. Но я сейчас понимаю, что вот вызов, как бы, да, вот у меня позвал его, это как бы ребро. Точнее, дуга, да, для ориентированных. Итак, первый позван. Первый позван. Я его крашу как бы в серый цвет. У меня нет серого мелка. Я буду желтый использовать. Он позван. Но он еще не пошел. Они оба еще не пошли. Все остальные белые вершины. Они еще знать не знают про праздник. Да. А эти товарищи уже оба позваны. Да. Этот ждет нулевой. При этом он не продолжает. Да. Они не работают параллельно друг с другом. Это не такая верная, о, все начинают массовый эффект. Нет. Нулевой ждет ответа, что первый пойдет на праздник. То есть он должен согласиться. Раз он не позван, но он должен сказать, да, я иду. Нулевой ждет, когда первый вернет ему, что он идет. Первый начинает перебирать всех своих непозванных соседей. И первый же его сосед оказывается непозванным. И он его зовет. И говорит, так, отлично, я тебя зову. Этот говорит, я второй. Ну, в смысле третий. Да. Отлично. Дальше. Эти товарищи ждут. Второй начинает звать своих соседей. Так. Говорит, я тебя зову. Соответственно, у меня вот этот вот будет вызван третьим. Третий у меня теперь позван. Да. Дальше. Понятно, что происходит. Третий вызывает четвертого. Да. Четвертый вызывает пятого. Да. А что происходит дальше? Итак, они у меня позваны. А теперь пятый перебирает всех своих соседей. А у него один сосед, это четвертый. И он уже позван. Значит, звать его не надо. Значит, пятый реализовал, он всех позвал, кто был не позван. Ему не надо было никого звать. Просто так получилось, что никого не надо было звать. Да. И он что? Он перекрашивается, да, в какой цвет? Черный. Ну, я его отмечу красным. Да. Ну, или обведу, скажем так, вот в красный. Оранжевый лучше. Оранжевый лучше. Поди разберись, какой из них лучше. Ну, его называют черный. Вершина выкрашена в черный цвет. Значит, все. Она уже идет на праздник. И у меня возвращается обратно, собственно, это вот действие. Я выполнил. Четвертый, соответственно, продолжает свой обзвон. Он обзванивает остальных друзей, да, и говорит, эй, я тебя зову. Этот товарищ оказывается шестым, и тоже быстро убеждается, что кроме четвертого друзей нет, четвертый уже позван. Да. Поэтому он довольно быстро, из белого сразу серый и сразу же буквально черный, да. То есть он у меня, короче говоря, завершился. Вернулась к этому товарищу, к четвертому. У него этих он уже позвал, они ответили, что идут. А третий уже позван, значит, его звать не надо. Значит, он перекрашивается в черный цвет и возвращает управление этому товарищу третьему, да. Третий товарищ, да, тот, который был вызван третьим, он индекс тот или другой. Вот, третий, что делает? Он зовет оставшихся. Давайте так, я голос поэкономлю, я быстренько нарисую, да. В общем, этот товарищ будет вызван седьмым, да, он у нас пока что серый, он вызывает седьмого. Восьмой быстренько становится аж черным, да, серый-черный. Он всех позвал и возвращает сюда. Этот товарищ вызывает вот эту. Значит, этот становится девятым по порядку вызывания. Этот еще не всех соседей непозванных позвал. Зовет этого, этот десятый. Оба они сейчас серые. Вот, десятый по порядку последовательности должен позвать в начале этого, но этот уже позван, поэтому он его не зовет. Да, значит, он пытается позвать вот этого. Зовет его благополучно, что этот одиннадцатый в процессе, да, и он быстро становится черненьким. Вот, то что, все, он всех позвал и идет на праздник. А десятый продолжает звать своих соседей. Значит, вот этого вот. Значит, это двенадцатый в порядке обхода, да. Двенадцатый зовет этого, этот тринадцатый. Да, тринадцатый. Молодец, он завершился. Двенадцатый еще нет, он серенький. Значит, двенадцатый зовет этого, который четырнадцатым обходится. Так, и четырнадцатый что делает? Он смотрит всех соседей. Вот этого он бы позвал, но оказывается, что он уже позван. Кстати, обратите внимание, что сейчас я из серой вершины пытаюсь посмотреть и вижу серую вершину. Это что значит? Что в графе есть цикл. Что в графе есть цикл. Ну, при этом можно отдельно еще проконтролировать, что эта вершина у нас не та, из которой позвали, потому что у меня тут такая ситуация уже возникала, что я обнаруживал, собственно, раз, обнаруживаю в какой-то вершинке, я обнаруживаю раз, четвертая, да. Но она та, из которой позвали. В этом случае этот цикл не простой. Любое ребро неориентированного графа, оно является циклом, да. Туда-сюда прошли его, вот и цикл. А если я исключаю вот это ребро и обнаружил переход из серой в серую потенциальный, то я обнаружил цикл. Вот сейчас у меня возникла ситуация, когда я обнаружил цикл. Ну, да, алгоритм обхода графа ширину используется для того, чтобы искать циклы. Да, то есть есть разные варианты применения, применения обхода в глубину. Обхода в глубину. Ну вот, ну вот, первый из них, на самом деле, первый из них я хотел бы упомянуть не этот, вот, а первым хотелось бы упомянуть проверку связности, проверку связности графа. То есть у меня сейчас, да, я уже давайте логин закончу, 14-й, этого я зову, соответственно, 15-й, этому звать некого, да, он возвращает сюда, да, ну как, он некого, некого ему позвать. Да, он быстренько серенький, он перебирает всех, а все его, раз, два, три, они уже все позваны, ему звать некого. Значит, он становится черным, да, и возвращает управление сюда. Этот позвал не всех, он еще зовет вот этого товарища, да, этот у нас, получается, уже 16-й, он быстренько становится черным, возвращает сюда, этому звать некого. Значит, он всех позвал, становится черным и возвращает управление сюда. Сейчас будет забавно, сейчас будет дальний возврат. Возвращает сюда, возвращает сюда, возвращает. И эти все на обратном ходу сейчас перекрашиваются в черный цвет. Они празднуют, наконец-таки все их друзья согласились пойти на дискотеку, и они идут на дискотеку. Вот, они идут, идут, этот идет, этот идет, а этот не идет, он еще не всех позвал, у него еще одна торчит тут, да. Ну, он зовет его благополучно. Этот товарищ в порядке обхода, уже 17-й получается, ну вот, он, собственно, почернел. Этот, наконец-таки, теперь тоже возвращает сюда и говорит, отлично, всех позвал, всех непозванных друзей, первому возвращается. Первый, наконец-таки, говорит, я иду, возвращает эту нулевому. Нулевой пытается, тот, который затеял праздник, пытается позвать вот этого, а он уже позван, оказывается. Через пень-колоду, да, позван, но позван, и остался у него один сосед, которого он зовет последним. Ну, собственно, да, у него номер аж 18-й получается. Вот, так выглядит обход в глубину, да, вот процесс его. Вопрос вот в чем. Применение обхода в глубину, давайте я с назову, чтобы было сразу понятно. Да, первое применение обхода в глубину, очевидно, что это способ позвать всех. Кстати, нулевая вершина пойдет на праздник последний. То есть она затеяла, да, она закончит последний. Вот. Ну, первое, это проверка связности. Проверка связности графа. Связный или не связный. Ну, как именно? Дело в том, что каждый раз, когда я прихожу в очередную вершину, я могу тупо добавлять ее в множество пройденных, более того, множество пройденных вершин. Мне и так надо, ведь мне надо знать, я уже прошел или нет через вершину. Я, правда, могу это сделать как массив равный количеству вершин, в котором стоят нолики, и отмечать единичкой, когда я в эту вершину прошел. Это удобно, когда вершины у меня имеют не название, а индексы от 0 до n-1. Тогда это удобно. Так, и что еще? Проверка связности. А если он не связный? В этом случае тоже не так плохо. Дело в том, что мы можем выделить компоненты связности. То есть выделить компоненты связности. Разделить их. То есть мы берем вершину, принадлежащую графу, которая еще не участвовала, еще не была пройдена этим обходом, любую, случайную. Берем, запускаем от нее обход в глубину. И все, которые в вершине получились, это первая компонента. Выкидываем все эти вершины из тех, которые требуют проверки. Беру следующую случайную вершину, которая не принадлежит первой компоненте. Уже пройденном, короче говоря. И что делаю? Запускаю обход в глубину от второй вершины. Получаю множество вершин, которые добавятся в процессе. Вторая компонента связности. Таким образом я могу выделить компоненты связности. В том числе посчитать, сколько их штук. Вот такая вот довольно простая вещь. Надо сказать, что... А, да, я уже сказал насчет того. Поиск циклов. Поиск циклов. То есть, в принципе, проверка ацикличности графа может быть произведена при помощи обхода в глубину. Да? Проверка ацикличности. Давайте я не буду писать. Потому что понятно. Не нашли цикл, значит ациклический. Так. И что еще? Это для ориентированных графов. Там тоже можно запускать... Ну, надо вот что сказать. Что вы же знаете, да? Сложности есть с оргграфами. Связан он или не связанный. Да? Потому что есть такое понятие, как слабая связанность. Это мы забываем про то, что он ориентированный. Тупо проверим, связанный. О, связанный. Да? А есть сильная связанность. Это значит, что из каждой вершины мы можем дойти в каждую. Вот. И оказывается, что мы можем при помощи обхода в глубину, при помощи обхода в глубину, выделять компоненты сильной связанности. То есть, поиск компонент сильной связанности для оргграфа. У этого алгоритма есть название. Он называется алгоритм Косарайю. Косарайю. Давайте так и назову его. Алгоритм Косарайю. Это американец индийского происхождения, насколько я прочитал. Я постараюсь успеть его рассказать. Алгоритм вот этот. Ну и, собственно, сейчас у нас будет перерыв. Я не знаю, совпадет ли он сейчас с вашим звонком. Вот. На второй части я сейчас расскажу про дерево. Деревья. Такие графики, как деревья. Хотя, кажется, уже успел ввести. Но я, нет, введу отдельно. Вот. И расскажу всякие алгоритмы, их реализацию вот этого вот обхода в глубину. Поехали. Итак, давайте продолжим. Сейчас я покажу вам реализацию обхода графа в глубину. И надо понять, хочется, чтобы вы поняли, что самая простая реализация обхода в глубину – это рекуррентная. У каждого из очередных товарищей, которые зовут своих товарищей на дискотеку, одна и та же задача. Вот давайте мы с вами ее аккуратно сформулируем. Итак, я сейчас буду использовать уже написанную ранее функцию readGraphAsLists и напишу только, собственно, функцию обхода. Давайте назовем ее «позвать всех друзей» «Call all friends». Значит, мне для того, чтобы позвать друзей, ну, и друзья будут, естественно, что у меня к графам, да, что у меня будет? Мне нужно знать, кто я среди них. Мне нужно, собственно, знать, кто мои непосредственные друзья, да, «friends» – это у меня списки смежности, да, соответственно, «friends» от «me» – это мой список друзей. И мне нужно знать, кто уже позван. «Already called». При этом вот эти вот «already called» – это множество. Я сейчас задам по умолчанию значение пустого множества. Для чего? Ну, чтобы первый раз, когда я позову эту функцию, она у меня как раз указывала на… Короче говоря, чтобы множество изначально было пустым позванных, а потом я его уже дополнял, дополнял, дополнял. Ну, в частности. В частности, давайте изначально запишем правило. Правило будет такое. Тебя позвали на праздник, да, но пойти можно только тогда, когда позовешь всех своих еще не позванных соседей. Итак, первое, что я должен сделать, когда меня позвали, я должен себя добавить в «already called». Добавление в множество «me». Итак, дальше. Я перебираю друзей среди всех своих друзей. «For a friend in friends of mine». Ну, вот так. «Friends of me». «Friends of me» вернет мне как раз список смежности, да, в котором я… в котором я буду список смежностей, которые моих непосредственных смежных вершин, короче говоря, да, с непосредственных друзей. Но я не каждого из них зову. Я спрашиваю «if friend not in already called». если друг еще не позванных, то тогда я говорю «позови всех друзей». Только теперь я запускаю это не для себя, я говорю «для тебя, друг». «Friend». Я передаю ему эти списки смежности, чтобы он знал, где вообще, на каком графе мы будем бегать, да, и я передаю ему то же самое множество. Надо понять, что новых множеств при этом не создается. Создастся только одно изначальное множество, которое вот в момент, когда вызовут функцию без параметров. Если вызовут без параметров. А потом у меня изменяется то же самое множество, ведь множество изменяемых объектов, да, и оно дополняется еще одним очередным элементом каждый раз, когда у меня зовется очередной товарищ. Понятно? То есть вот такой вот самый простой вариант. Да, ну если я вот так буду делать, то мне будет не совсем понятно. Позвали, когда позвали, когда пошел. Давайте я буду вот здесь вот еще печатать всякий мусорок. А именно, да, я буду говорить, вот такой-то товарищ с таким-то номером был позван на праздник. Да, и, соответственно, почти то же самое, когда он, собственно... Секундочку. Где-то... Позволь, что пропал. И когда он пошел, да, он пошел на праздник. Вот, ну то есть разница, да, то есть вершина становится серой из белой, а здесь она становится черной из серой. После того, как у нас... Обратите внимание, что это место, это, собственно, вызов рекуррентной функции. Можете мне сказать, Тимофей Федорович, а где же здесь крайний случай? Вот в том году, в календарном, в первом семестре, я вам рассказывал про рекурсию и говорил, не забывайте про мышку, про крайний случай. А ведь здесь нигде не написан отдельный крайний случай. Да. Но он наступит автоматически. В момент, когда у нас friend не найдет ни одного друга not in already called, то есть когда все уже там очередные будут already called, то мы действительно просто ни разу не углубимся в рекурсию. Понимаете? То есть у нас пройдут все итерации вот этого цикла, но окажется, что ни разу этот их не был правдой. И все это автоматически будет крайний случай. Понятно? И еще. Вот это, получается, действие выполняемое на прямом ходу рекурсии, а это действие выполняемое на обратном ходу рекурсии. Ну, помните такие термины, надеюсь. Так, двигаемся дальше. Запускаем. А, ну, запускаем. Давайте я вначале напишу graph равно read graph as lists и call all friends. Call all friends. Ну, давайте для нулевой вершины передаю туда graph. А множество, а для начала никакого множества я туда передавать не буду. Вот как есть. Да? Так, отлично. Ну и, собственно, давайте теперь запускать. Запускать. А граф, который я туда заведу, тот же самый, который был. А именно 5, 6, 0, 1, 0, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 0, 4. Ну и вот, смотрите. Первый, второй, третий. Да? Третий, второй, первый. А потом уже четвертый. Ну, вы помните, вот граф, который я тут рисовал, да? Я сейчас не буду его воспроизводить, да? Но смысл в том, что он первый позвал второго, второй, третьего. Сейчас, секундочку. А где нулевой? А-а-а. Прошу прощения. Нулевой там у нас вообще отдельно пожил, да? В общем, первый, второй, третий, а уже потом нулевой позвал четвертого. Поскольку нулевой нигде не говорит там о себе, да? Ну, я могу, на самом деле, включить и нулевого, если я вот это дело из цикла вынесу во внешнюю часть функции, когда я вхожу в функцию, выхожу. Да? Это будет в каком-то смысле логичней. То есть, вот, вот сюда, а это, соответственно, вот сюда, на внешний уровень. То есть, когда функция заканчивается. Вот. Ну, давайте еще разок. Соответственно. Да ладно, там, ну, будет видно, короче говоря, да? Я хочу сказать вот что. Ну, сейчас понятно. Я сейчас специально сделал этот алгоритм раскрашенным вот логику, да, происходящего. А теперь давайте сделаем его... Так, это не так. Вот этот вот откроем. Давайте лучше вот так все-таки сделаем. Короче говоря, я хочу сейчас его сделать более сухим. Более сухим. Так, чтобы в нем у меня ДФС, собственно, происходил, но без всяких вот этих лишних друзей и все прочего. Называется Deep First Search. В глубину. В глубину первый поиск, да? То есть, в начале в глубину. Не в ширину, а в глубину. Ну, кстати, вы видели, какое получается там дерево у меня, да? Сейчас будет подробнее про деревья. Поехали. Значит, ДФС. Соответственно, у меня... Ми – это вертекс, текущая вершина, от которой я запускаюсь, да? Дальше. Дальше. Я... Graph. Передаю сюда, да? Я подразумеваю сейчас списки смежностей. Пользоваться буду им как списками смежностей. Так. Соответственно. И что еще? Это множество... Я его назову использованные. Used. Пустое множество. Поехали. Без комментариев. Тупо ДФС. Поехали. For Neighbor. Neighbor. In. Graph. От Vertex. Это соответствующий вершине список смежности. Прошу прощения. И что я делаю? Я говорю. If Neighbor. Not. In. Used. Что я делаю? ДФС. Для Neighbor. For. Graph. Used. Все. Все. То есть ДФС. Рекуррентный ДФС. Без лишних комментариев. Ой. Все. Лажа. Лажа в одном месте. Я забыл добавлять в used собственную вершину. Used. Add. Vertex. Собственно. Когда. Вершину позвали. Она должна быть добавлена в множество used. Чтоб оно у нас пополнялось. Аначе у меня сейчас будет бесконечная рекурсия. Вот. Ну в общем. Все равно халява. У меня получилось всего пять строк. Пять строк на то, чтобы написать ДФС как он есть. И он понятен в нем. Он очень очевиден. Намного проще в рекуррентном виде, чем поиск в глубину, которую мы будем в следующий раз изучать. Вот. Осознайте, да? Вот я сейчас воспроизвел второй раз уже в сухих терминах. А теперь давайте вот что сделаем. Я сейчас хочу его как-нибудь использовать. Давайте я сделаю множество used. Внешне множество. И посчитаю из скольких компонент состоит мой график. А именно. Я буду делать так. Я говорю number of components. Это счетчик. Он вначале равен 0. А дальше я начинаю перебирать все вершины. Все возможные. For vertex in range n. Ну это как раз от 0 до минус 1. Все возможные вершины. А дальше я говорю. Если это вершина not in used, то я нашел вершину, которая еще не вычеркнута из графа. Не пройдена. Не пройдена. То я говорю. Давайте пройдем не только ее, а еще и всех, которые с ней связаны. Да? А как я это сделаю? Я это сделаю с запуском DFS для вершины этой конкретной, которая оказалась еще не помеченной. Да? Ну естественно, что для графа. Граф у меня здесь один. И для этого множество used. То есть у меня вот в этом множестве used будут появиться не только vertex, а еще и вместе с ней все вершины, до которых она сможет только дотянуться. Она их зовет на свой праздник. На свой. При этом number of components как раз я говорю. Отлично. Еще один праздник. Понятно? То есть у меня, если граф был связным, в нем была одна единственная компонента связности, то у меня первый же DFS, у меня собственно записал в used все вершины графа. И дальше пробегусь по циклу for, ну просто проверяя, что очередная вершина у меня уже в used, not used, неправда, она уже used. И я просто добегаюсь до конца и ни разу больше DFS не вызывается, number of components больше ни разу не вырастает. Понятно? Если находится еще какая-нибудь вершина, до которой мы не дотянулись, которая на праздник не пошла, то она устраивает свой праздник, мы считаем, очередной. Все. Вот подсчет компонентов связности, количество компонентов связности. DFS, да, уже тут не надо, DFS, print, да, количество компонент связности, number of components. Все. Так, ну это у нас, собственно, вот сюда. Можно запустить на каком-нибудь графе. Давайте граф пока придумаем. Так, вот, запускается. Граф давайте придумаем какой-нибудь. Например, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну вот такой. А что у меня получается? У меня получается здесь 9 вершин и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ребер. 9 вершин и 7 ребер. Какие именно? 0, 1, 2, 3, 3, 4, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 3, 4, 4, 5. Дальше что? 6, 7, 7, 8. 6, 7, 7, 8. Эх ты ж. Эх. Эть. Придется еще раз набивать. Конечно, я забыл, здесь нужно LENGRAPH. У меня N оно только при считывании, а количество вершин оно у меня, ну, собственно, для количества списков смежностей. Эх, жаль. Опечатался. Ну ничего быстрее будет. 9, 7, 0, 1, 2, 3, 2, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8. Отлично. Причем программа, она что ничего не видит, это мы видим, что их 3, а она сама считает. Ну вот, количество компонент связанности мы с вами посчитали. Значит, давайте немножко теперь от кода отдохнем, и я расскажу вам про определение, про такие графы, которые называются деревья. Дело в том, что вот эта последовательность обхода, она создала вам дерево. Дерево, это такой вид графа. Давайте какое-нибудь дерево вам нарисуем. Дерево. Если говорить коротко, то дерево, это связанный ациклический граф. На самом деле можно было бы задать его тремя определениями, каждое из которых эквивалентно друг к другу. Дерево, это связанный граф, в котором нет, ну, такой момент, в котором нет простых циклов. Да, то есть ациклический, в смысле, нет простых циклов. Понятно, да? Потому что если он ненаправленный, то там не может не быть циклов, только если у нас вообще нет ребер. Вот, тогда как он может быть связным? Состоять из одной вершины. Вот. Связный. Граф. Ну, давайте я дам классику. Не по Википедии, а вот как раз. Первый вариант. В котором нет циклов, нет простых циклов. Второй вариант, в котором от любой вершины к любой другой вершине есть только один простой путь. То есть, который не проходит по ребру два раза. Только один простой путь. И третье определение. Дерево – это связанный граф, в котором количество вершин равно количеству ребер плюс один. Чаще всего последнее считают свойством. Последнее считают свойством. Дерево – второе. Тоже обычно свойством. А первое берут за определение. Впрочем, любой из них можно взять за определение и доказать остальные вещи. Больше я не переключился на это, на большую доску. Вот. Ну, короче говоря. Короче говоря. Дерево – вот такой вот граф. Ну что же. Значит, бывает дерево и ориентированное. Ориентированное дерево немножко сложнее, потому что в нем у нас одна вершина имеет нулевую степень захода. Ориентированное дерево. Ориентированное дерево. Вот. Это тоже ацикличный орграф, соответственно, да. Ацикличный орграф. Вот. Но мне придется уточнить. Я вводил понятие степени вершины, но не вводил понятие степень захода и степень исхода. Степень захода – это сколько ребер, да, это у нас степень захода, а степень исхода – это сколько ребер выходит. Л равно 3, например, да, для вершинки. Понятно? Это про разные вещи. Вот. Кстати, еще… Я еще не все свойства произнесу. Дерево еще произнесу. Значит, соответственно, ацикличный орграф, в котором только одна вершина имеет нулевую степень захода, и она называется корнем. Эта вершина называется корнем. Дерево, да. А все остальные вершины имеют степень захода 1, да, то есть сюда только одна заходит, да. И вершина называется, соответственно, корнем, вершина с нулевой степенью исхода, то есть есть вершины, которые крайние, вот после которых уже никого нету, да. Вот эти вершины с нулевой степенью исхода называются вершинами или листьями. Ну, слово вершина, оно зарезервировано под, собственно, вершины, поэтому тут уже странно. Но это, короче говоря, это листья. Корень, листья, а эти вершины – это уж тогда ветки. Вот. Так, ну что же. Значит, на самом деле их можно назвать шарнирами, но мне так про шарниры нужно отдельное определение давать. Ну что же. Значит, теперь, а, концевой лист, узел ветвления. А, еще называются узлы ветвления. Это узел ветвления. Узлов ветвления у меня тут, соответственно, вот. Раз, два, три. Да, это тоже листок. Так. Все. А, нет, еще одна вещь. Для корневого дерева, для дерева, у которого есть корень, можно ввести понятие уровень узла. Уровень узла. Уровень узла. Уровень узла корня равен нулю. Соответственно, для любой остальной вершинки – это длина пути до вершины. Ну, он связный. У нас от корня можно дошагать до любой вершины за определенное количество прыжков. Ну, вот это количество ребер в пути, в простом пути до вершины. А, другого нет. А, циклический нет никакого другого. Здесь вырождается. Ну, вот. Короче говоря, у нас… Это будет уровень… Это будет уровень… То есть, соответственно, короче говоря, у корня нулевой уровень, у этих первый уровень, да, у этих второй уровень. Можно сказать, уровень иерархии, да, то есть они как бы подчиненности, да, начальники подчиненные. Вот. Ну, вот. Еще один момент. Дерево, которое не ориентированное… Дерево, которое не ориентированное, тем не менее, может быть с выделенным корнем. То есть, оно какое-нибудь условное размазня какое-то, да, то есть какая-то вот такая штукень – это тоже дерево. Это тоже дерево. А циклический граф – это дерево, да. Ну, вот. Но… Оно свободное. Пока что в нем нет корня, оно свободное. Но как только я выберу вершину и скажу, это корень, даже если я не буду… Просто выделил одну вершину и сказал, это корень. С этого момента у меня дерево уже корневое. И его естественным путем можно превратить в ориентированное дерево. Каким образом? Запустить обход в глубину от корня. Запускаем обход в глубину и последовательность вызовов, направленность вызовов, она мне даст ориентацию, собственно, в сторону возрастания уровня узла, да, в сторону углубления иерархии. Да, ну и корневые деревья принято рисовать вот так. Вот. При этом стрелки иногда не отмечают, поскольку как бы понятно, что сверху вниз. Так. Ок. С корневыми деревьями разобрались. Здесь еще… Давайте поговорим перед… Я, помните, вводил понятие подграфа? Подграф. Да? Так вот, у нас у любого графа, который связанный… У связанного графа… Ну, тот, который был… А, это не тот, который был… Ну, не важно, какой. Да, я вот возьму, еще там нарисую немножко, да, вот какой-то граф. У него есть подграф, являющийся деревом и содержащий все исходные вершины. Как мы его можем получить? Методом выкидывания лишних ребер. Выкинем несколько лишних ребер. Раз, два, три, четыре. Вот такие. Это уже дерево. Так? Это дерево. Оно должно… Нет, понятно, что существуют и другие подграфы, являющиеся деревьями. В конце концов, одна единственная вершина тоже является вполне себе деревом. Связный граф? Связный. Нет циклов. Нет циклов. Дерево. Количество вершин на единичку больше количества ребер. Ребер ноль, вершина одна. Дерево. Одна вершина – это дерево. Ну, кстати, сложный вопрос. А если у меня пустой граф ни одной вершины? Дерево или… Нарушает вот это свойство. Нарушает. Да. Не дерево получается. Для ориентированного дерева. Да. У нас одна вершина со степенью ноль. Да. Всё. У нас должна быть такая вершина. То есть, дерево – как бы проблема. Тем не менее, часто бывает структура данных дерева должна бывать и пустой. Поэтому приходится иногда отдельно этот случай обрабатывать. Так. Ну, в общем, короче говоря, двигаемся дальше. Можно было… Вот что я сейчас построил. Я ввёл такую штуку, как остовное дерево. Остовное дерево. Его можно представить себе так. Это граф, вот граф исходного графа, в котором выброшено максимальное количество рёбер, так, чтобы связность ещё сохранилась. Потому что дерево связано, да. То есть, как сэкономить… Вот есть проект «План дорог». Да. Вот это план всех дорог, которые собираются построить за счёт бюджета. И вот мэр города думает, как мне сэкономить, какие дороги, так сказать, будут ключевыми ремонтировать. Да. Ну, есть ещё-таки отдельный алгоритм, мы его как-нибудь разберём с вами. Поиск остовного дерева минимального веса. Вот. Но это уже отдельный момент, да, чтобы оно ещё подешевле стоило. И стоимость каждого ребра выписать, и сделать остовное дерево минимальной стоимости. Вот. Но, в принципе, мы можем строить разные остовные деревья. Они могут быть, между прочим, и разной длины. Вот это вполне себе каркозябренно линейное, да. Оно тоже остовное дерево вполне, да. Так вот, обход в глубину позволяет построить одно из остовных деревьев. Да. Одно из остовных деревьев может быть получено при помощи обхода в глубину. Вот. Поэтому оно для этого, в принципе, тоже может быть использовано. Правда, зачем нам случайное остовное дерево, это ещё отдельный вопрос. Но можно сделать. Так. Давайте теперь обсудим свойства дерева. Значит, дерево не имеет кратных ребер. Кратных ребер оно не имеет. Иначе бы это был простой цикл, да. И оно не имеет петель. Это не дерево. Что ещё? Дерево с... Сейчас, секундочку. Граф является деревом тогда и только тогда, когда любые две различные вершины можно соединить единственным простым путём, ну или ещё называть простой цепью. Путь ещё можно назвать цепью. Любое дерево однозначно определяется расстояниями между его концевыми вершинами, длиной наименьшей цепи. Имеется в виду длина в количестве ребер. Дерево однозначно определяется расстояниями между его концевыми вершинами со степенью 1. Нетривиальное свойство. Ну, ещё там, дерево является двудольным графом. Любое дерево можно... Любое дерево, множество вершин которого не более чем счётное, является планарным графом. Ну, короче говоря, дерево можно нарисовать на плоскость, его можно раскрасить в два цвета. Понятно? Так, чтобы никакие два не были рядышком. Вот. Ну, всё. Мы с вами проговорили про свойства графа. И мы можем ещё два определения ввести, а потом я попытаюсь рассказать вам алгоритм Кассарию. Ещё по отношению к связности графа... Отношению к связности графа... Интересно два понятия ввести. Это шарнир и мост. Шарнир и мост. Что такое шарнир? Давайте вначале от интуитивного понимания. Вот это, это шарнир. Все остальные вершины здесь шарнирами не являются. Переопределение. Шарнир. Это вершина, при удалении которой... Вершина, при удалении которой... Количество компонент связности увеличивается. Вот так. И мост. Мост. Это, соответственно, ребро. Ребро, при удалении которого количество компонент связности увеличивается. Ну, пример, собственно, моста. Вот это ребро, мост. Понятно, да? Ну, между прочим, у дерева там любая вершина является шарниром. Любое ребро мостом. Пойди удали. Ну, вот. Удаляешь, все. Рвется. Ну, оно же минимальной связностью как бы обладает, да? То есть, все ребра нужны, чтобы дерево оставалось связным. Так. Такие ребра еще известны как разрезающие ребра или перешейки. Перешейк или разрезающее ребро. Ну, или мост. Так. На этом, на этом я вам рассказал определение на сегодня. И осталось изложить за минимальное время без реализации уже. Алгоритм Кесария, он не сложен для реализации на самом деле. Поэтому я уверен, что после видения того, как происходит обход в глубину, вы его сможете реализовать. Итак. Алгоритм Кесария. Косария. 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 Итак, давайте возьмем какой-нибудь граф. Например, ориентирован. Его цель алгоритма Касарайо найти, выделить сильно связанные компоненты орографа. Итак, нарисуем вот такой вот граф. В нем будет одна слабая компонента, то есть он слабосвязный. Но эта одна слабосвязная компонента будет содержать много компонент сильной связности. Кстати, одна вершина тоже вполне может быть компонентой сильной связности. То есть такой компонентой, которую уже нельзя расширить. Ну, вот эта вершина будет у нас. То есть, в принципе, визуально-то мы видим, что вот компонента сильной связности, вот компонента сильной связности, вот компонента сильной связности. И вот одна точка, одна вершинка тоже компонента сильной связности. Давайте назовем вершинки. Мне сейчас название понадобится. А, Б, С, Д, Е, Ф, Ж, H, I, J, K. Итак, сейчас у меня будет, во-первых, я буду запускать обход в глубину. У меня будет множество вершин, которые уже использованы. И еще одну вещь я сделаю. Это, собственно, список вершин в порядке обхода. Я буду, точнее, это будет не совсем, ну, в общем, как бы стек, короче говоря. Я их буду сейчас заполнять, вот отсюда, снизу вверх. Давайте начнем с какой-нибудь вершины. Ну, например, с вершины А. Вот пошла вершина А. Но, я буду сейчас записывать... Сейчас, одну секундочку. Так, значит, мы сделаем вот что. Там не так принципиально, вначале мы его обращаем граф или нет. Вот в Википедии написано, что вначале обращаем граф. Не обязательно. Ну, вот. Сейчас, секундочку. Рядок. Сейчас я проверю, я могу ошибиться. Я вот только специально для лекции читался. Итак, поехали. Вершина А. Из вершины А мы кого вызываем? Сейчас, секундочку. Правильный порядок или нет? Получается. Боюсь, что вдруг я не то сделаю. Ладно, поехали. Сейчас получится. Должно получиться. А. Следующий. У меня идет вершина Б. Да, соответственно, они у меня сейчас использованы. А. Б у меня использована вершина. Да, дальше кого я вызываю? Я вызываю вершину Д. Ну, не принципиально. Цель или Д я вызову первой. Я вызову сейчас Д. Да, потом, соответственно, Д у меня использованное. Что у меня происходит? У меня следующее, которое можно, это Е. Дальше. Ф. Да. Дальше Ф. Значит, они у меня сейчас все попадают в умножство использованных. Из Ф я в Д уже не иду. Да, но... Сейчас, на секундочку. Как у меня получается, что я дальше двигаюсь. Дальше я запускаюсь, по-моему, от любой другой вершины, которая еще не использована. Соответственно, например, вот эта вершина G. или J непринципиально, от какой-то другой вершины. Я еще запускаюсь. Допустим, G, H, I. G, H, I, J. Да, соответственно, они... А, я забыл. Прошу прощения, я пропустил еще вершину С. Где там у меня было? А. И F. После F у меня происходит откат. Да, и я должен еще позвать вершину С. Так, после F до G. С. G. Так. J. И у меня заполняется это дело все. Соответственно, C, G, H, I, J. И, соответственно, у меня остается кто? Вершина K неиспользованная. И она у меня сейчас попадает сюда последнее. Теперь я поступаю следующим образом. Я беру и разворачиваю этот граф. То есть я считаю, что все эти ребра направлены в противоположную сторону. И от верхней вершины, которая у меня вот в этом списке последовательности обхода, стеки, я начинаю от нее запускать обход в глубину. Запускаю обход в глубину от вершины K на обращенном графе. И оказывается, что у меня от K никуда дойти нельзя. Поэтому я говорю, K у меня... Да, я... Давайте так, я сейчас не буду множество прорисовывать обхода в глубину, потому что он довольно очевиден, а время кончается уже. Вот, соответственно, вершина K, да, она у меня при обходе в глубину, оказывается, что от нее больше никуда не дойти. Значит, это и есть, собственно, сильная компонента первая. Следующая вершина, с которой я начинаю обход, вот здесь, вот это I, да, от вершины I я начинаю крутиться, и у меня попадает что? Я куда попадаю? Только в H, в J и в J, да. Почему я не иду в K? Да потому что K у меня уже, собственно, пройден. Придется мне рисовать это множество, потому что K уже у меня исключен. Поэтому у меня вот эти сюда вошли, да, I, H, G, J. Это вторая сильная компонента. И они у меня, соответственно, уже в множестве пройдены, значит, на них я больше не пойду. Я их отсюда удаляю, да, из вот этого вот стека, беру следующую вершину, которая у меня, ну, вот так получилось, что здесь вершина C у меня валяется следующей. Ничего страшного. Начинаем с C. Начинаем с C. C, B, A. Да, я прохожу вот так вот, из C в B, в A. Больше никак, все, обход в глубину закончен. Значит, я снимаю отсюда C, B и A, ну, потому что они у меня, короче говоря, уже в множестве пройденных, да, C, B, A, и они у меня попадают в еще одну компонент усиленной связности, да, и остается у меня кто? F. Ну, на самом деле, удалять их не надо, можно просто проверить, что они не в множестве уже пройденных, и все. Не запускаем, если они в множестве уже пройденных. F, E, D. Что я говорю? Начинаю от вершины F и к еще не пройденным. G уже пройденная, поэтому я сюда не иду, только E, D, F, B не иду, потому что она уже пройденная. Получается, что я прохожу F, E, D. Все. Я таким образом выделил компонент, последнюю компонент усиленной связности. Ну, вот видите, в этом графе четыре компонента сильной связности, при том, что слабо он связанный весь, да? Ну, собственно, на этом сегодняшняя лекция заканчивается. Надеюсь, что она поместилась в рамке пары успехов вам в решении лабораторных работ. До свидания. До встречи, надеюсь, на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok